Эхо Москвы и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков представляют программу «Моросейка-12». Отнимем вас минутку. Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло 28 октября в Москве, без 15,7 примерно. Неизвестный автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину по адресу улицы Новаторов, дом 44. Пострадала Наталья Розенова, оператор горячей линии по пропавшим детям поискового отряда «Лиза Алерт». Пожалуйста, помогите найти свидетелей этого ДТП. Если вы видели, если у вас видеорегистратор в машине зафиксировал хоть что-то, пожалуйста, позвоните 8 800 700 ровно 5452. 8 800 700 ровно 5452. Да, я еще вкратце сообщу для наших слушателей, что включили вещание Ехо Петербурга, которое у нас вырубило в самом начале. К нам присоединяется и Санкт-Петербург, и мы все вместе начинаем говорить о создании национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Мы на эту тему говорим довольно часто. Юрий Васильевич, что-то новенькое произошло с момента нашей последней встречи. Что изменилось? Может быть, какие-то подвижки? На самом деле ситуация немножко зависла, и это плохо. Ну, я могу судить только с общественной точки зрения, но та программа долгожданная, о которой говорили, которая разработана, насколько я знаю, которая, по сути, согласована со всеми ведомствами, но она пока отсутствует в природе. То есть не утверждена. Так, в проекте бюджета на будущий год она у нас не фигурирует. Я лично, по достаточно достоверным сведениям, знаю, что она пока не фигурирует, и это очень тревожно. Просто задают вопрос, часть статей в бюджете у нас носит закрытый характер, я просто не все знаю. Нет, нет, ну это, я думаю, тут никакой закрытости, кстати, не будет, насколько я представляю, потому что это и обсуждалось. То есть она висит на сайте ФСКН, эта программа, и тут вопрос не в закрытости, а, к сожалению, в тайнах и интригах, очевидно, каких-то наших финансовых миров, секвестров, вот всех этих замечательных явлений, которые, к сожалению, не дадут, если в итоге не попадет программа, не дадут запустить со следующего года создание вот такой национальной системы социальной реабилитации. А интрига в том, что денег просто нет на это государство? Ну, это не ко мне вопросы, потому что, насколько, ну, я понимаю... Вы же можете предположить? Нет, я более чем уверен, что Минфин говорит, что денег нет вообще в природе. Ну, Минфин всем так говорит. Да, что их в природе нет, насколько я понял, что их просто в природе нет, так? Вот, еще одно изобретение Минфина, что денег мало, поскольку деньги, с моей точки зрения, это как раз тот ресурс, который всегда в дефиците. То есть в этом смысле вопрос, ну, из точки зрения какой-то... В этом смысле вы с Минфином занимаете примерно одну эту... Ну да, но в этом смысле, да, мало, но как бы куда-то хватает и так далее. Но я, насколько я осведомлен, есть еще ряд просто такого, я бы сказал, мировоззренческого порядка, ряд возражений среди ведомств, они не сформулированы, может быть, прямой, но есть возражения, связанные с тем, знаете, вообще не очень понятно, вот будут эти вот реабилитироваться, да, наркозависимые, там, наркопотребители, а что это в итоге даст. Хотя, вот последний вариант программы, который я видел, и мы тоже помогаем по мере сил, там все четко просчитано, вплоть до ВВП, до конкретной экономии и так далее. Скажите, пожалуйста, вот эта программа реабилитации, ресоциализации, она, у нее есть статус, скажем, государственный или федеральный целевой, ну, это уже такой анахронизм немножко, но все-таки. Нет, нет, вы правы, абсолютно, на самом деле вы очень точный вопрос задали, потому что, как я понимаю, насколько я понимаю, вот бюрократические там столкновения, они в том числе связаны тем, что когда Минздрав вместе с ФСКН вышел с инициативой к Владимиру Владимировичу Путину по поводу программы, то была формулировка государственная межвеностная программа, то есть попытка показать, что это на самом деле новый тип программ, сложный, это очень правильно, с моей точки зрения, небюрократическое. Но в итоге одна из претензий заключается в том, что у нас ФЦП есть, госпрограммы есть, постгосударственная программа, а государственная межвеностная программа есть. И она оказалась вне статусной. Да, получается, вне статусной. Хотя я, например, ну, еще раз повторяю, на мой экстремистско-общественный взгляд и вкус, да, я считаю, что она должна быть президентской какой-то третьей программой. Я просто объясню слушателям. Дело в том, что у нас государственные программы, федеральные целевые программы, носят прицельно, извините за такую тавтологию, государственное финансирование. В бюджете на них выделяются деньги. И это безусловное выделение денег на эти программы. Можно спорить об объемах, но то, что деньги будут выделены, вот это факт. И поэтому, может быть, есть смысл, извините меня за такое слово, протолкнуть статус. Может быть. Я, насколько понимаю, сейчас идут какие-то последние обсуждения в кулуарах. И мы ждем просто, мы ждем. Я очень надеюсь, что на самом деле программа, мне не важно, как она будет называться в конечном счете, но важно то, что со следующего года, пусть немного, но, во-первых, субсидии пойдут в регионы, в конкретные субъекты федерации. И чтобы заработал механизм сертификатов на реабилитацию. Когда у нас, кстати, уже суды начали выносить судебное определение в связи с новым законодательством, где дают отсрочку от наказания для прохождения реабилитации. А проходить реабилитацию непонятно как. То есть непонятно, кто будет платить и так далее. То есть даже места есть, но механизм только вырабатывается, а без денег, опять же, ну, я отправил, как судья, допустим, кого-то на реабилитацию. А люди говорят, ну, у нас в бюджете нет денег, извините. А скажите, ваши центры реабилитационные рассчитывают только на госфинансирование? Нет, как раз, понимаете, в чем дело. В принципе, все живут вот как могут. Потому что, конечно, в основном платят семьи, и мы понимаем, ну, семьи условно, потому что редко очень сам реабилитируют. Ну, это, извините, а за цинизм клиенты. Ну, можно так сказать, да. Очень много, конечно, слава богу, так или иначе, понемножку, где-то даже натуры, там, я прошу прощения, кирпичом, курами, там, еще как-то. Есть благотворительность, это есть. И здесь грех жаловаться, люди все-таки понимают, бизнес и администрация, есть гранты. Сейчас, вот, насколько я знаю, уже с сентября Минэкономразвитие, выделяя гранты, субсидии на гранты в регионы в целом по организациям гражданского общества, внесена строчка, что уже в том числе для социальной реабилитации. Поэтому есть достаточно разное большое количество механизмов, но оно не дает эффекта, потому что, как мы с вами говорили уже неоднократно, основное это кадры. Понимаете, если человек, ну, просто, если он не зарабатывает даже хотя бы на каком-то минимальном уровне региональном, здесь, ну, он может год продержаться, два, но все равно его... А, то есть, это как бы ответ в ММО, хотел уже спросить, зачем тогда вообще вам государственный финансированный? То есть, речь идет о зарплатах сотрудникам? Конечно, но чтобы все-таки были люди, которые, прошу прощения, профессионально работают, чтобы это была индустрия, чтобы это была сфера, понимаете? Когда врач, мы, ну, если там человек не прошел, причем очень долгие сроки обучения и так далее, ну, у него нет лицензии, мы даже не обсуждаем, что это несерьезно, да? А сейчас у нас ведь как получается? Очень много, например, вот в нашей ассоциации, очень много руководителей центров и те, которые тащат подвижнически, это вчерашние наркопотребители. То есть, это люди, которые, ну, имеют еще колоссальную мотивацию просто сделать с другими то же, что произошло с ними. И поэтому где-то денег нет, где-то условия есть просто ужасные, они, ну, нищета страшная, понимаете? Но люди тащат. И, в принципе, ну, можно сказать, что это нормально, пусть так оно и будет продолжаться. Вот, но проблема только в одном, что дальше раз вдруг и центр закрывается. Даже не потому, что там вот таких денег не хватило, потому что есть люди, работают нищие, они даже привыкли к нищете. Но у них пропадает результат в какой-то момент. Где-то на энтузиазме, где-то на энергии. То есть, понимаете, сферы нет. Когда мы 4 года назад начинали эту работу, я с трудом собрал 40 человек, которые вообще могли что-то внятно обсуждать, говорить, вообще формулировать какие-то тезисы, мысли в целом, правовые, там, по содержанию, методикам и так далее, тому подобное, понимаете? Сейчас чуть побольше, в принципе. Сейчас вот работа идет, и хорошо, сейчас буквально два года повернулось государство в эту сторону. Спасибо, все. Но это пока недостаточно. Знаете, вот было совещание, и руководитель ФСКН Викторович Иванов примерно где-то дней 15 назад, он был в Израиле с делегацией и осмотрел израильскую систему реабилитации. Могу соврать, буквально на несколько тысяч долларов, но где-то 20 или 28, по-моему, даже тысяч долларов в год, это стоимость государственного бюджета на одного реабилитируемого. То есть там деньги выделяются из государственного бюджета? Конечно, конечно, причем, причем, независимо от форм собственности, даже не просто некоммерческая организация, как у нас, например, в основном, наши ассоциации. Ну и частную организацию. Коммерческая организация, если она программа сертифицированная, если она показывает результаты и так далее. И государственная, без разницы, то есть организация должна показывать результат, а государство выделяет большие, ну, представляете, какие, даже у нас в самых смелых мечтах, конечно, таких денег и мы даже не мечтаем, но важно то, что государство отвечает за эту проблему. И второй момент, вы знаете, очень интересный, у них за это отвечает Министерство общественной безопасности, казалось бы, ну, медицина должна отвечать или хотя бы социалка, нет, но все ведомства четко знают свою функцию. То есть медицина прекрасно понимает, что если человек в тяжелом состоянии, в том числе наркотическое опьянение, там, последствий каких-то, а в том числе и органики просто там бывает, да, то это медицинский случай, даже никто не обсуждает, человек там, допустим, 10-20 дней находится на больничной больнице. У нас еще часто говорят, что это уголовный случай, в Думе часто говорят. Правильно, вы правильно говорите в том смысле, что это сочетанные случаи, потому что тут и уголовный, тут и социальный, тут и надо то, да, но... Нет, вопрос в том, что уголовный случай возникает как альтернатива медицинскому. Правильно, но я поэтому и говорю, что там важно другое, что там все ведомства, они выстроены, все знают свой маневр, как говорил Суворов, да, то есть все знают свой маневр. И эти деньги, они не предмет, когда кто-то какое-то ведомство их глотает и переваривает, а когда каждый знает, что он должен делать, в том числе социально. У нас, например, на федеральном уровне, насколько я понимаю, пока нет ясного понимания Минтруда, соцзащиты, что это их вообще-то функции. А в Израиле, да, медики 10-20 дней, а полгода-год занимаются, по сути, социальной работой. Потому что это просто надо человеку организовывать трудотерапию и так далее. Наркологи жалуются у нас, они говорят, ну, мы по полгода некоторых держим на больничной койке, потому что человеку некуда идти. То есть мы что делаем? Мы делаем социальную услугу. Реабилитация есть, реабилитации нет. Да, но получается вопрос, да и нет, а плюсы государства тратят деньги, казалось бы, на медицину, а это не медицина. В этом плане, вот, я видел прекрасный отчет, в том числе ФСКН, вот, где все это расписано по израильскому опыту. Мне кажется, ну, а, понимаете, а там в два с половиной раза ниже уровень наркомании, вот, с точки зрения того, что можно просто официально посмотреть, и это, я не думаю, что это там кто-то скрывает специально, ну, в официальных сопоставлениях. И государство взяло за это ответственность. Есть результат, потому что уровень ремиссии высокий, понимаете? Поэтому, сейчас, кстати, они предложили, может, будем проводить в начале декабря такую конференцию, где этим опытом обменяться. Но важно то, что это мировой опыт. В США, когда судья, наркосудья говорит, дорогой, иди в тюрьму, либо иди лечиться, то после того, как он это выбирает, это не заканчивает судебный процесс. Меня вот это просто поразило, когда я начал знакомиться с опытом. Собираются эксперты, по сути, такой синклит, консилиум и так далее, да, и обсуждают, какую программу для этого конкретного человека, с учетом всей его истории, специфики, и так далее, какую программу, и так далее. Дальше вопрос есть штата. Штат там по-разному везде, но, в принципе, штат выделяет какие-то свои деньги, достаточно большие, в среднем, там, 30 тысяч долларов. Это уже из условного бюджета? Из госбюджета, ну, условно, там, пусть штат, ну, у нас тоже государство региональном уровне, и так далее. И человек по специально для него выбранной программе идет, соответственно, в один из абитуционных центров, опять, независимо от формы собственности. Ну, мне кажется, нам к этому просто надо идти. Можно спорить, там, будут ошибки какие-то, ну, просто уже несерьезно, понимаете, когда у нас вот все эти случаи были тоже, когда, ну, давайте родителей просто привлекать, сажать в тюрьму на долгий год, когда они уже просто силком тащат в эти центры, да, всячески там делают. Ну, давайте родителей будем привлекать, там, по статье преступления против личности, давайте всех пересажаем, наркоманов в одну сторону, родителей в другую. Кому от этого хорошо, я не понимаю. Ну, вы знаете, вот вы говорите, что затягивается, затягивается принятие программы. Я, насколько понимаю, что в этом году, да, насколько я вижу, я просто открыл программу, в этом году должен был начаться первый этап, да? Нет, 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 в 14-м. Нет, написано с 13-го по 15-й год, сроки и этапы реализации. Да, не знаю, что там. Государственная межведомственная программа, сайта ФСКМ. Нет, я даже не думаю про этот год, потому что не утвердили. А, да, ну, в общем, написано 13-15, понятно, что... Ну, если это в год, то и с 14-го, значит. Переносится. Я могу понять, например, финансовое ведомство, потому что в программе, которую тоже не первый раз сегодня вижу, там очень много таких расплывчатых положений, за всё хорошее против всего плохого, что наркомания – это плохо, это надо как-то побеждать, но не очень понятны механизмы, не очень понятен порядок лицензирования клиник, в том числе и частных, непонятно, будут ли эти деньги уходить просто в песок, или, наоборот, неведомые благотворители, ну, предположим... Уведут их в песок. Могут, нет, нет, свои же деньги могут через реабилитационные центры, скажем, отмывать. Ну, нормальная практика, да? Не нормальная, но имеющаяся. Обычная практика. Ну, это такой только первый перечень претензий. Как от этого застраховаться? Кстати, вам, со стороны Минфина, вот такого рода претензии звучали? Или, может быть, не от Минфина, а от каких-то наблюдательных там организаций? Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что, если честно, вот я лично, при том, что я внимательно слежу за этими вариантами программы, я вот запутался в вариантах, потому что уже идут, шли поправки кардинальные, буквально каждую неделю, вот, например, в сентябре, в октябре, и просто уже голова кругом идет. Но во всех этих вариантах, последнее время, я беру последние 3-4 месяца, варианты программы, очень четкий механизм. Идут деньги за конкретным реабилитируемым по сертификату, который определяют в регионах. И поэтому здесь даже нечего обсуждать, просто можно взять законодательство, скажем, Хантамансийского автономного округа, где департамент социального развития, не медики, а департамент социального развития, пошел на эксперимент, создал свой, они имеют полномочия, социальный стандарт, и создал свой сертификат на реабилитацию. То есть они по социальному стандарту определяют, это учреждение, условно так бюрократически называя, соответствует этому стандарту, и дает или нет. И если соответствует, попадают эти учреждения в пул организации, которые имеют право претендовать на госзадание. Например, вот, пожалуйста, нам 5 пролечи в следующем году, и там в месяц, по-моему, определено... Извините, я вот перебью, но вы же знаете, как у нас, опять же, талантливый народ, в смысле, украсть деньги где-то по пути между сертификатом и выделившими... Их ведомством. Нет, я знаю, какой у нас талантливый народ, но давайте ничего тогда делать не будем, потому что тогда возникает вопрос, как в известном анекдоте, почему вы начали с парикмахерской. То есть то, что будут ошибки, то, что я даже не сомневаюсь. Но у нас, вот у нас лично, я потому что не могу за всех отвечать, но, во-первых, очень много, кстати, есть центры, которые против программ. Потому что им лучше быть в неком таком затененном положении, когда их... Потому что вот, когда мы говорим стандарты... В смысле, нелегальным, безотчетным? Ну, нелегальное, это нельзя так назвать, а вот безотчетное, теневое, в серой зоне, в каком плане? Потому что, когда я говорю стандарты, то это все равно, значит, ты должен открываться, туда заходить, можно смотреть и так далее. Потому что они без бюрократии просто хотят обойтись. Ну, где-то это криминализировано, прямо скажем, это во-первых. А во-вторых, где-то просто вообще другие цели преследуются. Потому что у нас, например, в рамках, вот у нас есть добровольная сертификация, совершенно необязательная и так далее. Но у нас первый критерий, это четкая декларация задач. И то есть, например, если какая-то есть скрытая конфессиональность, прошу прощения, которая не декларируется или что-то... А реально она есть, и люди зомбируются под что-то, да, то мы, например, вообще с этим пытаемся не связываться. Потому что, ну, просто какой смысл и какой эффект, понимаете? Ну, где сертификация, там... Да, где сертификация, ну, понимаете как? Ну, тогда вообще давайте всех государств уберем, понимаете? Вот. Мне, например, мне не нравятся эти разговоры в каком плане? Не потому что я главный коррупционер, так сказать, да, и мне не нравится. Нет. Мне не нравятся эти разговоры, потому что за ними, как правило, стоят цели не допустить национальную систему реабилитации. Вот меня лично очень огорчил Евгений Вадимович Ройзман, который стал говорить по поводу того, что там коррупция будет, это господдержка и так далее, да. Ну, я, к сожалению, кроме, ну, маленькой слабости известного человека ничего здесь не увидел. Почему? Потому что, конечно, если будет национальная система, то будут говорить не о Ройзмане, который борется в одиночку, так сказать, как Бэтмен против наркомании, а реально 500 центров, кроме Ройзмана, понимаете, тогда будет 500 центров, национальная система, Ройзман потеряется, да. Ну, и вообще, мне кажется, вот, знаете, вот, допустим, Ройзман тоже выступил, мне, например, все странно слышать, потому что, ну, прошу прощения, пусть он разбирается со своим уголовным прошлым, я ни в коем случае ничего хочу сказать, и обсуждает и так далее, но не обсуждает коррупцию, уголовные преступления, а то, иначе у нас в стране совсем ничего не будет понятно, у нас вчерашние уголовники будут блюсти нравственность, значит, и законодательство, вчерашние коррупционеры будут нас учить бороться с коррупцией, поэтому, мне кажется, лучше про другое говорить. Вот конкретный стандарт, конкретная программа, давайте, если коррупция где-то генна, там, коррупция ебкая, прекрасно, давайте, мы сами готовы выступать, почему? Потому что мне, например, нужно, еще раз повторю, чтобы люди, которые работают в центрах и которые хорошо работают, чтобы они оттуда не были вытеснены экономически в другие сферы. Меня вот лично, честно говоря, больше ничего не волнует, потому что, если они будут вытеснены, а это единичные люди, и мало того, что подвижники, но и профессионалы, мы никакого эффекта по реабилитации не получим. Мы создадим гигантскую, эффективную такую симуляционную, симулятивную машину, эффекта не будет, потому что работают-то люди, это же, ну, это чисто людская практика, я прошу прощения, это там психотерапия, там, какие-то социальные коммуникации, то есть это сложнейшая практика. И меня вот волнует отсутствие там специалистов в большом масштабе воспроизводимых. Ну что ж, мы будем следить, как развивается принятие программы реабилитации и ресоциализации. Судя по всему, у нас будет еще очень много времени для того, чтобы это обсудить. Ну а мы, нет, а мы просто, если сейчас, мы поймем. У нас, к сожалению, закончилось время. С нами был Юрий Кругнов, президент Национальной ассоциации реабилитационных центров. Евгений Бунтман и Наса Землер были с вами эти два часа. Спасибо. Вы слушали программу «Мороссийка-12», совместный проект «Эхо Москвы» и федеральные службы по контролю за оборотом наркотиков.